В рамках совместного проекта телекомпании ФКТ и Музея истории города мы убедились, что коллекции хранилища сочинской истории действительно разнообразны. За 95 лет здесь скомплектовали их коллекцию денег, которые могут рассказать об экономическом, политическом, культурном развитии как античного государства, так и современного. Своеобразный экскурс в историю демонстрирует, что эти экспонаты, которые считаются древнейшим изобретением человека, были актуальны всегда. Деньги, в общем-то, всегда менялись. И в тот или иной период, именно по их, скажем так, количеству, их качеству, мы увидим, какое было общество и какое было государство, каково его было благосостояние. Начиная с VII века до н.э. деньги были показателем стабильности. Тогда же по ним начали давать оценку правителю. Греческая колонизация, период римского влияния на побережье, византийского, османского. В музейной коллекции представлены деньги всех этих эпох. К примеру, на каждой римской монете изображен император. Нерон, Домициан, Троян. На боспорских монетах можно увидеть богов, бетвы оливы, храмы богинь. Благодаря торговым связям местного населения с Турцией в ходу были и монеты Османской империи. Тогда же, в XIX веке, сюда стали проникать монеты Российской империи. А вскоре, в 1829 году, территория Черноморского побережья Кавказа и вовсе была присоединена к царской России. В это же время золотые, серебряные, медные и железные деньги уходят на второй план. На смену им приходят бумажные денежные знаки. Сегодня музейные работники о них отзываются не иначе, как о реликвиях, которые входят в фонд историко-культурного наследия страны. Боны, облигации, купоны, керенки и даже денежные знаки Сочинской городской думы и Вооруженных сил Юга России. Тогда такое количество денег говорило о нестабильности государства. Советский червонец стал началом финансовой реформы СССР. Примечательный данный билет Государственного банка, так как впервые в истории советского денежного оборота на поле билета было помещено изображение Владимира Ильича Ленина. Помимо тысячи единиц хранения, аннулированных бумажных денег, бон, акций, векселей, лотерейных билетов, есть здесь и обширное собрание иностранной валюты, кредитных билетов Российской Федерации и бывших советских республик. А к юбилейным монетам, посвященным Олимпиаде-80 и Бородинскому сражению, недавно прибавились и монеты из Сочинской Олимпиады. Коллекция музея вообще...